Добрый вечер! Давайте начнем урок с вопроса, который был актуален на этой неделе. Сейчас он уже не актуален, но был актуален. Ко мне подошел один знакомый и сказал, что они вот-вот должны родить. И есть женщина-ассистент, которая помогает при родах. Она же помогала при родах. И она не хотела бы, чтобы она присутствовала при этих родах тоже. И вот речь о том, что это необходимо по нескольким статьям. Это не с точки зрения роскоши, к этому обращаются, а именно в силу того, что это необходимо. Во-первых, если человек не понимает на юридическом, то есть не может говорить по юридическому, то есть как она должна рожать. Вот ей нужно в этом плане помочь. Помимо этого, она как бы очень чувствует себя неуверенно, когда это она одна. И она здорово ей помогла в прошлый раз. И поэтому здесь в этом надобность настоящая. Как раз мы обсуждали на прошлом уроке о том, что как бы если тогда это действительно человеку необходимо. Проблема в том, что эта ассистентка, она сказала, что в шаббат она не ездит. В шаббат она не может помочь. И вот они оказались в такой растерянности, что делать. Я сказал, что она не единственная ассистентка практически с кого-то другой. Другая не проверена. Мы не знаем, насколько она может помочь. Бывает, что лучше, а бывает, что хуже сделает. Вот. И поэтому у них как бы это не вариант. Не вариант. Нам нужно, чтобы вот она воспользовалась. Вот. И она говорит, что нет. Вот. Можно ли ее как бы сказать о том, что как бы это вопрос пико-хнефиш, то есть когда действительно она, есть опасность, что как бы в рождестве не будет чувствовать себя уверенно в этом моменте, она может повлиять плохо на ее состояние. И как аргумент это привести, чтобы говорить ее, да, чтобы она присутствовала. Я советовался по этому поводу с ровом. Здесь такой момент. Как бы я сказал ему сразу о том, что как бы если она приедет, приедет, они сами вызовут такси. То есть, допустим, получит такая ситуация, что в шаббат придется рожать, вот, и нужно будет ехать, то они могут набрать телефон. Это компания, которая работает в шаббат арабы. Вот. И вызвать к ней, чтобы она приехала. Вот. И если вся причина, по которой она не желает в шаббат ехать, это только из-за того, что не хочет нарушать шаббат, то в этом нет такой проблемы. Вот. Потому что вызовут. Как бы и тогда она поедет вместе с неевреем, он сам откроет дверь, сам откроет дверь, вот, и она сядет в машине и поедет. Он делает всю работу, он нажимает на педаль, вот. Поэтому здесь нет проблем с точки того, что нарушает шаббат. Единственное, что, если у меня не только аргумент того, что не нарушает шаббат, но и к тому же хочется вернуться домой, чтобы провести шаббат, то это уже другое. Другая причина. И, конечно, здесь уже нужно думать, как по-другому это сделать. Но если только по затруднениям, что не хочет нарушать шаббат, то это вполне можно решить. Вот. И я бы сказал сразу, он сказал так. Действительно, что вызвать такси просто с неевремя, и таким образом решить проблему. Вот. Боруха Шима этот вопрос решился раньше времени. Раньше он спел шаббат, и вот они благополучно родили. Так, вот. Теперь. Есть еще несколько моментов, которые не совсем связаны с нашей темой, но я хотел бы немножко это обсудить, это напомнить, повторить, как всегда повторение. Актуальный вопрос, они всегда интересны. Прежде всего, такой вопрос. У человека капал, капала вода из мозга, из кондиционера. Капала. Вот. Вопрос в том, как бы, что можно сделать здесь? Можно ли поставить миску? Либо, когда миска набирается, если она переливается уже, то можно ли эту воду убирать? Какой статус этой воды? То есть, другими словами, какой статус этой воды? Как вы считаете? Вы говорите, для чего эта вода может пригодиться? Что это может пригодиться вода, и поэтому... Чистая вода, которую можно использовать. Теперь, то есть, да, мы... Что? О, она производится в шаббат. Вот. То есть, в принципе, вода, допустим, мы говорим о том, что если вода, которая простояла ночь открытая, то есть, мы говорим, что... Б. Они может присутствовать, как бы... Есть проблема с точки зрения, что эта вода открытая ночью, могла змея дать свой яд в это, но мы в наше время на это не опасаемся. Так, по крайней мере, это принято, это... Установился это шелухонарух. Вот. Но, тем не менее, устражает и закрывает. Закрывает такого рода емкости. Вот. И такой водой, допустим, после того, как мы омыли руки с утра, войдя, это осталось, как бы, вот это самое... Это духовничество, который был на руках, она перешла в эту воду. И Равляшев, твое имя, приводится о том, что можно воспользоваться водой, в частности, как бы, там, если нужно, там, что-то смыть, можно воспользоваться водой. Так, то есть, вода эта не является муксой. Теперь, с Масганом, здесь правильно сказали о том, что у нее есть особый статус. Есть особый статус. В принципе, у нас в Шаббат нет запрета на лад. Да? Порождение нового. Так? Вот. В праздник, в Йомтов, да, есть. Такой запрет. А в Шаббат нет. Вот. Но есть особый вид, ну, ладно, порожденного нового, которое, оно запрещает завершить Шаббат. Какой вид? Тот, который наиболее похож на порождение нового. Эта капля не была. Она породилась в Шаббат. Она сконсировалась так. А конденсация воздуха так, получилось так, что сформировалась та самая капля, и начала капать. То есть, это вещь, которой действительно не было. То есть, она действительно была произведена в Шаббат. И вот такого рода новое, даже в Шаббат запрещается. Это особый вид, но оно, и поэтому является муксой. С ним нужно обращаться, как с муксом обращаемся. То есть, если это миска, то ставить, не просто в миску поставить под капающую воду, а поставить в миску, в которой будет уже какой-то разрешенный предмет. Так, чтобы не получилось такое, что мы этот самый, этот миск мы отменяем как бы от его использования. Потому что это падает мукс. Мы кладем какой-то разрешенный предмет, и таким образом эта миска становится разрешенной. Можно это использовать. Теперь, косточки. Косточки. И покушать. Так, опять-таки, есть мнение, есть мнение, по крайней мере, в Гумаре она приводится, это мнение о том, что когда мы раскрываем плод, там, косточки, он тоже как будто породившийся, порождение нового. Он меньше похож, чем капли эти самые, потому что в конце, когда мы знали, что косточка там присутствовала, она просто была закрыта. Но, тем не менее, с точки зрения запретов мукции, это тоже причисляется к категории порождение нового. Шаббат это не запрещено, с точки зрения того, что это порождение нового. Вот, но здесь такой момент. Пригодны ли косточки для чего-либо ли непригодны? Допустим, если бы были твердые кости мяса, которые не кушат, которые не развариваются, которые невозможно, там, ни собакам не может дать, ничего, то они являются мукцией, в силу того, что они просто, они к чему не применимы, так? Вот. Является ли такого рода кости мукцией? Почему мы могли бы сказать, что это не мукция? Дети играются. Дети играются, да. Но дети играются какими? Тем, которые они заранее уже предназначены для игры. А здесь у них появилась новая вещь. Мы не будем говорить теперь, допустим, если у нас сломался стул, то теперь давайте дадим это детям на растерзание, они в шаббат замечательно поиграют с этими обломками. Потому что эти обломки, они появились. Так? Они не были предназначены для игры. Это вещь, которая сам по себе ни к чему не пригодна, нужно, чтобы ее предназначали для игры. Дети, к тому же, должны предназначать это не мыслью, как это могло бы сделать взрослый человек, а должны быть своим действием показывать это. Так вот, в отношении косточек, они сами себе ни к чему не пригодны. Вот, и мы могли бы сказать о том, что из того, что в них, внутри их самих есть косточка, которая кушает, так, вот, то поэтому это не является мукцием. Мы могли бы поколоть самую косточку и достать из нее ее плод и его съесть. Вот. По идее, это да. Единственное, что и момент, что в наше время так не делают. Не кушать такие косточки. Несмотря на то, что есть люди, которые, которые, возможно, да, пользуются. Я знаю. Какая-то не высушительная слеза. А, потому что это вредно, к тому же, говорите. Страшный яд. Они даже не высушиваются на солнце. Что вы говорите? Да. К тому же, вы говорите, что даже это вредно. Особо вредно, вы говорите, страшный яд. Вот. Ну, по крайней мере, те, которые не знали, так делали. Вот. Тем не менее, наши время сильных делать, наверное, все-таки продвигались в эту сторону. Не делают, не кушают такого рода. Да. Не, возможно, есть косточки других видов продуктов. Допустим, один человек мне сказал, что вишневые косточки каким-то образом он кушает. Как она так говорила? Причем он говорит, что это очень вкусно. Она говорит, при этом, что это очень вкусно. Но вот, но. Но здесь мы все-таки ориентируемся на то, как делать это большинство. Большинство это не употребляет, поэтому эти косточки являются мукцией. И мы не можем, с этой точки зрения, разрешить. Так? Тов. Теперь. Так, к нашей теме. Мы переходим к самой, скажем так, как актуально распространенной теме. Вот. Это то, что называется средней боли и слабой боли. Так, как у него нет, как у человека. Да? Это вещь, которая чаще всего встречается. Вот, к сожалению. Вот. Но, как бы, у нее много-много аспектов. Давайте начнем. Без радушин. Значит, начнем с примеров. Что является, подпадает категорию легких болей и средних болей. Так? Ну, это, в принципе, понятная вещь, да? Когда говорит, голова болит. Вот. Слабой степени, средней степени. Вот. То есть, человек может двигаться. Функционирует. Но ноет. Болит голова. Тоже самое зубы. Так, средняя боль. Слабая боль, это средняя боль. Опять-таки, про детей-то нужно немножко отдельно сказать, потому что детей-то отдельная категория. Вот. Изжога человека. Бывает сильная изжога. Что, по этому поводу, еще можно сказать, какие приходят, приводятся случаи различного раздражения на коже. Боли в горле, насморк, кашель. Так? Вот такого рода вещи. Теперь. Я указал здесь, что когда вот такого рода вещи у детей, может быть такой вариант, что это будет подпадать категорию не опасно больного. То есть, вот эти же моменты, которые у взрослого человека, и они же у ребенка, они могут быть уже случаи, когда мы будем называть это не опасно больной. Так, вот. Теперь. Что разрешается в таком случае применять? Так, прежде всего, что запрещено. Изначально нужно сказать о том, что когда мудрецы установили запрет лечения в шаббат, они установили именно для этой категории людей. Почему? Потому что когда идет речь о опасно больном, ему разрешается нарушать запреты Торы, чтобы его спасти. Если идет речь о не опасно больном, ему разрешается принимать лекарства, так, делать лечение, там, либо измененным образом, либо не измененным образом, но разрешается делать лечение. То есть, получается, они все не подпадают в этот запрет. На кого направлен запрет? На вот эту самую категорию людей, которые мы с вами сейчас обсуждаем. То есть, легко больных, либо средняя такая, средняя боль. Почему? Почему именно в отношении их установили запрет? Потому что, когда у человека болит, начинает думать, как это можно ликвидировать. Вот. И вполне возможно, придет в голову, что применить какое-то средство, которое им кажется разрешенным. А оно на самом деле связано с запретом. Запретом мудрецов, запретом Торы. По-разному может быть вариант. Так? Допустим, я знаю, он захочет оторвать баточку. И взять ее, скрутить. Потому что у него болит ухо. Так? Оторвал баточку. Он нарушил запрет куре. Да? Запрет мудрецов, запрет Торы. Да? Ну, запрет разрезать вещи. Да? Тем, что он ее скрутил, сделать за нее такой фитилек. Он тем самым нарушил запрет делать предмет, инструмент для работы. Так? Потому что он им будет служить такой инструментом. Запрет мудрецов будет не запрет Торы. Но тем, что запрет. Так? Да? Да, да. Только Тикун Клин не Торы. Потому что все-таки это не профессиональная работа, в данном случае. Вот, но тем не менее, он сделал, нарушил. Оказалось бы, это совершенно незначительная вещь. Как бы, что он сделал? Скрутил чуть-чуть. Так, вот. Поэтому баточцы видели, что это может произойти. Поэтому они запретили делать лечение шаббат. Так? Для ориентира они сказали о том, что из-за того, что человек может прийти к нарушению запрета толчения снадобий. Но вы видите, это гораздо более широкая сфера. Мы говорили в начале наших занятий, что мудрецы, когда они имели в виду запретить, они сделали обозначение для того, чтобы человек сориентировался, почему запрещено, чтобы он знал, мог объяснить. Но это гораздо более широкий спектр и глубокий спектр вещей, которые он может охватывать. Мы сейчас начнем обсуждать. То есть нужно, чтобы это было усвоено. Я скажу вам, что можно или нельзя, вы тогда будете знать в данном случае, а уже в следующем случае не будете сможет анализировать. Поэтому давайте попробуем подойти к правилу и потом подведем уже к этому конкретному случаю. Задуше. Значит, прежде всего, как здесь сказано, что нельзя применять лекарства. То есть первый ответ на ваш вопрос, что в отношении такого рода больных, то есть слабая степень, либо средняя степень, не разрешается принимать лекарства в шаббат. Но при этом разрешается приготовить заранее лекарство, смешав его с едой, либо с каким-то питьем, и его употребить в шаббат. Я слышал, я отвечу на вопрос. Я пока сейчас начинаю раскрывать тему. Я понимаю, что это не закапливается таким образом. Мы не подойдем к этому моменту. При двух условиях. То есть разрешается заранее до шаббата поместить это самое лекарство в воду, либо в напиток, либо в пищу. Мы говорили, в частности, растворить это в сахаре, потому что сахар это незаметно бывает. Легко сделать и таким образом добавлять просто в чай и пить. Но нужно при этом, чтобы было соблюдено два условия. Первое. Нужно сделать так, чтобы это не было заметно никому из присутствующих. Не нужно тайком это специально делать, но важно, чтобы это было так, незаметно из присутствующих. Самому больному можно до шаббата смешать лекарства с какой-либо пищей. Здесь важный момент, который он немножко тонкий, что нужно, чтобы это сделал сам больной. Не другой человек ему сделал, а именно сам больной. Так, по крайней мере, я видел, это указывается в книге, в частности, это приводится от имени Ромы Шипанштейна. Учится это из такой темы. Это в Валахе приводится, в Шелхонорхе приводится о том, что делали жидкость, чтобы потом, с помощью этой жидкости, ухаживать за глазом. Там какая-то, может быть, глазная боль была. Вот, нужно было ухаживать за глазом. Как это делали? Делали это заранее до шаббата. Не знаю, с чем там смешивали. Делали такую вот жидкость. Вот. А потом этой жидкостью умывались в шаббат. Да? Умывались. Поскольку это выглядит, как человек умывается, то нет в этом проблемы. Отсюда выучат, что если заранее приготовить вещи, которые сам по себе будут выглядеть, как просто человек будет умываться, то есть незаметно, что он занимается лечением, а просто умывается, то это можно сделать. Он указывает Ромы Шипанштейна, что это должно быть, чтобы сам человек приготовил. Я понял, что это причина, почему сам должен приготовить, потому что, чтобы это, в итоге, было незаметно для других. Вот. Насколько нужно делать это, держать это в тайке от всех, вот, я не уверен. Вот. Но для меня пока это неясный момент. Все-таки он написал это именно в такой форме. Вот. И, возможно, это принципиально. Вот. я дал свое объяснение, что возможно, чтобы действительно люди не знали, но насколько же важно, чтобы, допустим, муж что-то готовит, и жена не будет об этом знать, либо наоборот, жена готовит, муж не должен об этом знать, держать в тайне. Я не уверен, что это так. Не уверен, что это так, но это еще вещь, которую нужно будет проверить. Так, то есть при двух этих условиях то это можно сделать. Отсюда мы, что мы слышим, что нельзя делать действие, которое будет явно показывать, что человек занимается лечением. То есть, отвечая на ваш вопрос, если это будет нужно будет закапывать именно больше, непосредственно лучше, это понятно, Macron занимается лечением, никто и здорового, другие здорового не может делать. Теперь мы сказали, что когда идет речь о слабой либо средней степени, у взрослого человека, не у ребенка, взрослого человека, то в таком случае это можно сделать только, если это будет выглядеть незаметно. Если это будет выглядеть незаметно, то это нельзя делать. Теперь, если уши начинают болеть, это сильно, так почему-то именно так сначала слабо шаббат нельзя средне зависит от терпеливости самого человека так то есть по идее тоже нельзя вот но если это доходит уже до сильной степени что человек чувствует он даже может еще ходить но уже принципе он состояние которым это должен лежать кровати потому что он уже чувствует просто боль во всем в частности шмиран шаббата приводит случаи с головной болью средняя головная боль терпит здесь уже сильная головная боль но человек перед им ходит они говорят что это уже степень называется не опасно больной может принимать лекарства в таком случае порезали а порезано глазу а прямо на сетчатке у вас там я понимаю что это нужно капать капли потому чтобы не прошло воспаление там где идет речь о воспаление это значит не может нет нет неважно 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 под поскольку если всегда надо запомнить это момент это он запомнить в один раз и тогда вам будет легко делать каждый раз если вам вы прописывали какой-то прописали какое-то средство которое связано с это примет тем чтобы удалить от воспаления то есть отдалить это воспаление превентивно как антибиотик таком случае вы обязаны понимать потому что если вы перестанете принимать таком случае здесь может появиться опасная ситуация наоборот развиться понимаете ситуации и поскольку а с глазами говорили о том что это связано еще сердцем воспаление в глазах это особая опасная вещь поэтому говорили что воспаление глаз это более серьезная вещь там где-то речь о воспалении воспаления в ушах воспаление в зубах воспаление в глазах эти вещи которые воспаление на что мы можем может привести к тому что там может быть уже произойти уже развитие болезни на в год за более высокой стадии то в таком случае здесь уже в отношении глаз это однозначно сказано о том что это здесь уже может применять лекарства капать глаза уже можно даже если вы к врачу еще не попали но из уже начинается воспаление глаз так в том случае решать примет лекарства но почему потому что глаза мы сказали связаны сердцем то есть там у нас есть опасность на весь организм по отношении ушей как мы знаем что на 1 справился если мы не были у врача так нам что он просто больно правильно вот поэтому ничего не знаю что там воспалилась есть средняя боль то по идее еще это нет нет разрешения то же самое в отношении зубов болят зубы воспалились не воспаление средней боль но еще мало чего бывает такое нередко что что у человека болят зубы а на самом деле не зуба тесно болит 100 болит а та же самая область причем это болит так что распространяется на целую область не знаю какой зуб там болит теперь те же самые вещи если они будут у детей мы больше опасаемся что там уже есть воспаление могут силу того что дети они у них все-таки еще организм который шат более шатки подает подающийся на на такого рода вещи вот так или иначе мы сразу говорим что это не опасно больных уже тогда можно принимать лекарства так вот теперь итак мы сказать о том что нужно делать незаметным способом то есть мешать каким-то там салатом с какой-то и пищей с кем-то напитком и таким образом применять это в шаббат так следующий момент сказано в законе такой такой момент что раньше когда допустим человека было рано так она допустим заживает но чтобы она продолжала заживать хорошо нужно перевязать влаги приводит такой момент это приводит принципе это гомора говорит об этом о том что можно было перевязывать новыми одеждами нельзя было перевязывать старыми одеждами потому что старая одежда она лечит а новая не лечит я искал как бы объяснение почему это лечит не в быть йосифе не в не говори я пока не нашел объяснение почему это лечит может быть мог быть это было мог быть шестина одежда была вот мог быть или иная мог быть сам по себе такие вещи такого рода одежда ткань это линая ткань даже не было синтетик понимаете как бы вот и поэтому там возможно вот такой момент вот и поэтому я говорю что новое можно старый нельзя есть вариант парабе на ханель что наоборот вот но в налогу принято том что новый нельзя старый ты можно из одежды опять таки я думаю что это не синтетическая одежда имеется но можно перевязать того чтобы защитить рану от повреждений чтобы не было столько это повреждение так вот это можно сделать теперь а что мы от этого учим мы учим на то что можно применять различного рода меры для предохранения от скажем так чтобы не развилась есть не ухудшилась ситуация сраны которые есть так можно за ее защищать частность там говорится о том что нужно нужно наложить лист это не срывать ее субботу вот и нужно подумать какой-то может быть лист который заранее приготовили потому что он обычно лист взять листок растения он является мукция вот подорожник когда мы пользуемся своими да по крайней мере когда-то применяли вот но в саббат это немножко проблематично потому что обычно это является мукция если что приготовили заранее но приготовили заранее такого рода лист допустим аллое да очень здорово может помогать дикой растущий таким это аллое кстати интерес момент в седьмой год самая лоре спрашивает такой вопрос другом уроке можно ли можно ли его применять так даже не шаббат любой другой день и для здесь проблема с седьмым годом так просто поминаем как бы тем которые мы сами обсуждали говорили о том что седьмой год нас весь запрет то что мы используем для еды мы не можем использовать других целей то есть то что для еды я не могу превратить это в лекарство только в том случае если она еще является едой если я использую еду для лекарства но в качестве еды то есть я допустим я свалил варенье и так какое-то варенье и в там еще видно ягоды допустим да то это видно что я еще использую для еды еще и да там что видны ягоды то это можно использовать вот но поскольку аллое он не потребляется для еды это не является пищевым продуктом соответственно нет на нем запреты седьмого года и поэтому сделать его лекарства по идее нет проблем нет проблем смогу даже потому что он выросла в седьмой год возвращаясь на нашу тему так так вот сказано о том что даже положить лист листок растения на рану опять-таки еще раз говорю о том что это не проблема с не из мукции него не стрелали в шаббат так то это да разрешается для чего потому чтобы сохранить предохранить рано отсюда мы учим целый спектр моментов которые связаны случаев которые связаны с предохранением от ухудшение ситуации а не лечение приведем примеры придем примеры такой вопрос спросили конкретно люди особенно в пожилом возрасте нужно одевать очки даже когда они требуются очки для зрения нужны очки того чтобы защищаться от солнца почему потому что сильный солнце особенно солнце которое в израиле так она так врачи говорят она влияет на зрение сильно ухудшает ослабо всему это я понимаю что то действует не просто зрением об этом смысле то что хуже начинать видеть а просто бывают какие-то заболевания возможно вот так так такое мнение слышал вот сказали от имени врачей вот и человеку поэтому нужно одевать очки то есть не будет улучшение которое сразу может наступить но это вредно это особо вредно можно ли на этом основании одевать вот это вопрос есть два аспекта перед всего с точки зрения запрета лечить шаббат второе можно ли такие очки одевать шаббат допустим вместе где нет ирува заграниц это были в большинстве местами нет нет ирува а является ли это одежды часы это украшение все украшение очки обычные это является как одежда вы правы тоже как человек не может ходить без одежды она является как бы часть его самого самого также очки которые для зрения они являются частью его самого потому что как бы это продолжение в глаз но очки которые служат для защиты не является такого продолжения вот но при этом при всем есть вот это валахе приводится в 303 параграфе пробовать о том что есть лучше когда одевают носит какие-то определенные вещи того чтобы предохранить тело от повреждений от побеждений можно некоторые вещи там это прикреплять к телу воспринимаете вот повреждений да вот так на этом основании мы можем сделать вывод о том что если это нужно применить то есть допустим очки от этого рода очки одеть то чтобы это предохранить от повреждения так это можно сделать опять-таки не то что как бы мне мешает солнце а именно то что это вредит вредно вот насколько это вредно в любом возрасте это нужно выяснить что мне сказали что для пожилых людей это точно вредно вот и поэтому это можно по идее должно лишаться более того есть спектр целый спектр вещей которые связаны с умощением мы говорили свое время о том что когда человеку нужно допустим него сухая кожа так вот нет у него еще ран не появилась не появились рамки а просто сухая кожа не слоится еще это кожа просто на сухая но если это он не смажет то у него начнет она слоится полосе поможет получиться уже ранки появится ранки можно ли помощать мы говорили что в наше время нет такого традиции как бы умощать маслом раньше потребляли так делали частности говорили что это в законах связаны с трапезой там говорится о том что человек когда они кушали допустим если кушали что-то руками после этого жирные были руки к тому же там пахнут пищей неприятно к не умощали маслом такое масло фарсимона как это на русском называется не знаю это было гулкан очень масло помощали эти руки таким образом как бы руки хорошо пахли убирался это грязь от еды вот это дело приняли в наше время это не применяет так но в наше время применять крема так когда допустим руки руки сухие допустим губы так сухота на губах то же самое момент да и поскольку это делают и сделать это здоровые люди у нас есть правило то что сделал бы здоровый человек шаббат то что ему разрешено тоже можно делать человеку которому которую проблемы с этим так вот и поэтому допустим можем мощать это сухая кожа маслом можно умощать руки так следующий вариант когда человеку это нежная кожа ему солнце это вредно с точки зрения того что он просто он сгорает до ребенка светлой кожи он приходит домой красный весь так можно либо смазать крем от загара это уже крем но мы с вами тоже говорили этот момент о том что если этот крем он по консистенции подобен маслом его можно применять смазывать смазывать кремом жидким таким же как масло чтобы с целью того чтобы предохранить тело от сгорания это сучка это вредно вот как раз то из этого самых это листиков которым откладываю на рано научим что это можно что это может применять заранее вы взяли листы чтобы положить на рано чтобы что чтобы что вытягивал гоной то есть получается это это лечение это уже лечение в данном случае выкладывается не для того чтобы предохранить от дальнейшего развития а того чтобы вылечить понимаете в чем здесь разница мы говорим сейчас о том что я что-нибудь накладываю того чтобы не стало хуже допустим дезинфицирование так вот чтобы не стало хуже вашем случае этого там может это там происходит нагноение когда происходит нагноение особенно если допустим идет речь о ребенке но даже со взрослым человеке и там есть опасность что если это не это не сделать неприятные какие меры то может это развиться в серьезное заражение так ко мне рассказывали какой-то данном случае было там что то есть там где есть вариант что мы видели мы приводили этот имени раштону заман я просто не это зеркал на раха я не думаю что это настолько может быть актуально он говорит о том что когда есть порис не знаю возможно ссадины было садим возможно там все таки садина была с кровью с кровью да там была садина с кровью вот возможно здесь идет о детях я не верю насколько это взрослый тоже самый момент может возникнуть возможно куда-то особенно чувствительная кожа так ли иначе когда это происходит вот такого рода вещи и там может быть вариант заражения тоже по крайней мере обработать так чтобы дезинфицировать это да можно сделать потому что есть опасность что это может быть заражение теперь в вашем точке вы говорите когда есть нагноение уже происходит безусловно это можно обработать потому что иначе будет может развиться заражение мне кажется не следующий медицинских вещах а как теперь два варианта чтобы не стало хуже мы сказали что это можно потому что не стало хуже мы накладываем часто предохранить так и вот и но если у вас 30 средства которые лечат его может применять только в случае когда у нас человек перевод категорию не опасно больного чтобы не опасно больной когда у нас есть вариант что может ситуация развиться и он может быть потерять или ухудшится это ухудшится действие кого-то органа когда этот вариант возможен вариант возможно тогда таком случае разрешается применить уже лекарство измененным способом как-то там допустим на накапать это допустим не знаю там допустим налить рядом чтобы она стекла вот кстати эту тему хотела сейчас как раз сказать когда есть ранка ранка она должна заживать проблема что когда она заживает она параллельно засыхает и какое-то резкое движение начинает снова кровоточиться бывает такое засыхает вот и поэтому нужно его увлажнять в частности допустим маслом то поскольку рано уже есть так мы говорим до этого говорили о сухой кожи сухая кожи то не рано и поэтому так и сделать в том числе здоровые люди когда мы хотим на саму рану что-то поместить называется это вылез в лечение правильно потому что мы занимаемся непосредственно рано который у нас есть вот таком случае ска это это мудрецы скажи так на саму рано нельзя но что можно сделать можно взять допустим это самое масло допустим одно мастера так взять налить масло рядом дать ему стечь с ранку и прикрыть ее допустим это какой-нибудь там это мальчик и так закрытием и таким вот образом это сделать то есть и мы сделали увлажнение но мы не сделали это не непосредственно а мы сделали это измененным образом так такого рода изменения изменения дал достаточно того чтобы уже можно было это разрешить так теперь намазывание мы говорили мы сказали теперь следующий момент у у человека болит горло болит горло зуб либо у него какой-то раздражение на коже так раздражение на коже мы сказали чтобы если это раздражение которое можно облегчить при помощи масла это можно сделать так так вот либо взять лекарство сказали заранее приготовив его и чтобы попили в шабатово если это болит горло то горло нужно как бы прополоскать либо допустим попить молоко с медом так молоко с медом либо просто мед разрешается кушать мед то что человек больной не болит горло можно кушать мед но нельзя его задерживать полости рта полости рта его не наша дефект тому что съесть просто съесть что-нибудь да останется на этом так то есть проглат и просто мед вот обычным образом и так это можно делать смешать его с молоком потому что так делала тоже здоровые люди смешивают молоко вот и выпивать опять-таки не задерживая в а почему нет сразу может задерживать только люди которые болит горло а мы должны делать также делать здоровые то есть то что делать здоровые мы тоже делаем а ну как правило это люди не делают так вы правы мне сказали же такой вариант что есть люди которые это любят когда не пьет вино начала это хоропал ополаскивают рот потому что таким образом чувствуется вот именно качество вина так дегустирует вино потом ты бы проглатывать вот но большинство так не делают это выглядит и когда так вы будете такой человеком не скажется он дегустирует вино вы скажете что он наверняка у него зубы болят если он будет так полоскать скорее считается кажется поэтому как бы ну хорошо если у вас перед вами будет стоять какой-то это несколько роскошных бутылок несколько сон с бутылок и вы с этим бокалом возможно сильно вы правы так в случае но когда это просто человек до этого ставили одна бутылочка вы к тому же это видно что это это допустим особенно женщина как бы занимаясь регустрацией вин это странно вот но при этом при всем допустим даже если женщина не пьет виски бренди да но они болят зубы вот это что это помогает то выпить спиртной напиток который облегчит эту боль не задерживая 5 таких полости рта его это можно сделать можно сделать по крайней человек заснет вот или таким образом избавиться от этой боли так тоже тоже вариант вот теперь есть один нюанс который я хотел бы сказать на уровне не опасно больного не на уровне который мы сами говорим то есть когда человеку да можно принимать лекарства бывают лекарства которые особенно наше время нередко когда который делается на всяких естественных средствах растениях и часть этих лекарств делаются за границей то есть сделано не и время вот и тогда мы не всегда знаем как его производили частности я слышал о том что есть лекарства которые в качестве добавки возможно для вкусовой добавки пропаривают в вине а как вы знаете о том что это вино кота приготовлено было не евреем она запрещена так потому что это на тот случай если это вино которое делается для изолплаконства потому что есть виды на волосы которые заключают в том что возливают вино это мудреца опасаясь о том что это вино именно для этой цели использоваться поэтому запретили и вино которое приготовлено не и время вот соответственно если есть таблетки с такого рода вино вот там опасаемся что 10 запрет запрет при этом рода вещи в пищу сказано что можно в случае не опасно больного употреблять такого рода таблетки прислали откуда мы там из россии прислать таблетки какое-то хорошее там не знаю это китайское средство и вот его нужно применить сучка дойдет речь о не опасно больно вот то можно это сделать если мы сделаем это измененным способом что значит измененным способом когда идет речь о лекарстве которые сам по себе она может быть вкусные а нам нельзя наслаждаться вкусом лекарства то можно его проглотить либо я не знаю честно говоря как мы затруднились это определить но я слышу так отрава не успел уточнить каким образом если его обернуть какую-то обертку и пригодится с этой оберткой какой оберткой которая будет не вред для организма потому что знаете в капсулах капсулах это частности но есть вы правы но то что приготовлено капсулах это вы правы если ты капсулу делать с этого то это безусловно то что капсулы как правило это не про это противный вот не сама сама кассу капсула без вкуса вот то вот но идет речь о том что если она сам по тебе вкусный таблетка что нужно ее как-то проглотить что нужно так чтобы не получила себя вкуса и тогда вы заворачивает какой-то обертка которые тоже будет не вредная либо ее испортить испортить вкус этого самого лекарства я знаю там какой-то золой соль его ну соль как бы это опять таки при этом конечно сама по себе вредная тоже тоже сама по себе вредно но какую-то вещь я не знаю какой-то пеплом небольшим кита взять буглить это уже не вкусно таким образом применить вот это это можно сделать я видел слышал о том что обсуждать также что в случае средней боли тоже есть возможна вариант что это да разрешат но это уже называются рам что случае тогда у вас есть лекарства который требует внутреннее употребление воспользоваться и если мы не знаете насколько она вообще кошерная так я спрашиваю урава если всякие там привозит допустим приготовленные где-то там в россии продукты лечебные средства привозят в какие-то банках так должны были опасаться что эти банки в них раньше что это было не то ну-ка пусть это держать запрещенные вещи знаю допустим примерно лекарства допустим рыба вобла до засолили насолили вот потом ее подсушили и потом вот прислали в израиль бочки которых это она засаливалась это бочка она сам по себе и это раньше возможно держать там что другое что было запрещено и это бочка теперь дает вкус засаливание это все солен дает возможность это в обли поглотить вкус так эти самые запрещенные вещей тогда возможно это будет проблематично будет запрещено так вот но сказано обычно такие все вещи все эти сенсорно они конкретно специально для определенных целей их не используют других вещей ни один грибник говорил о том что грибы когда связают пусть где-нибудь там за границ вот то если это делают бабушки вот между которой на рынке продают то они обычно сама гребеницы все это вырывает то есть таким образом не используют нож а если это нож используют грибники которые аккуратно срезать чтобы не не гребница осталось и прорастали новые грибы а срезают это своим ножиком этот нож нет проблем с ним нет обычный нож он проблематично потому что ты не знаешь что им резали то есть это не допустим какой-то не еврейский нож не знаю что врезали но они держат специальные ножи у них свои грибные ножи вот которыми режут и не используют для других вещей и поэтому нет опасения говну опять таки я не говорю это как аллаха но я говорю что вот есть такой момент то же самое отношение всех это канист как правило это вещи специальные которые для этих целей используются не используют других вещей и поэтому с точки зрения нет проблем последний вещь то что хозгу скажу буквально двух словах то что мы говорили по поводу предохранения если ребенок упал или взрослый упал и появилась шишка так начинает это больно так что если мы приложим что-нибудь холодной то она не разобьется дан пока заняться на минимальном таком уровне можно это сделать один человек не рассказывал он сделал у него был ушиб в ноге начал у него это расплыхать можно было приложить что-то холодный допустим нож холодный либо бутылку с холодной водой приложить либо в наше время очень хорошее средство знаете такие маленькие иглу для детей пьют и вот приложить так вот можно воспользоваться мы сказали о том что то что слушать для предохранения чтобы не развилась сильнее это можно делать с точки зрения можно приложить такие вот тоже вещи чтобы опухоль не развилась больше все все были здоровы час так вот это что я сейчас хочу сказать но это очень уборка но я думаю что это может быть какие-то но они не часы уже меньше лимитstatный здесь здесь Продолжение следует... 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 Продолжение следует...